Должны были быть бои, да, насчет фурката и твой. Я хотел, чтобы он приехал, но мы бой сделали. Но 10 дней, сколько там прошло, я не знаю, не знаю точно, сколько прошло. Фуркат, все отпадает. Нам не сложно даже сейчас перчатки одеть и выйти. Многие вот товарищи, да, с Узбекистана, я понимаю, они поддерживают там фурката, но вот эти вот оскорбления, там, балабол, там еще, я считаю, это неправильно. Кто здесь на 77 с ним дрался, как бы. Не лезьте в воду, не зная броду. Он готов драться и 3 по 5, и 4 по 5. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну, пацаны, это мои братья. Я думаю, могут представиться. Я думаю, можно сказать свои регалии, желание. Салам алейкум, всех приветствую. Спасибо, что пришли. Мы тоже пришли поддержать нашего брата, который выступает в организации Руссама Рахманова. Шаклар Джанги. R3 уже называется. R3. Очень хорошая организация. И хорошие бои бывают. Мы пришли поддержать нашего брата, бойца, который показывает хорошие бои. И насладиться этой обстановкой. Спасибо. Спасибо. Очень рады тоже видеть вас на этом конференции. Думаю, сейчас обсудим кое-какие моменты. Должны были быть бои, да? Насчет Фуркат и твой. Чем закончился вот этот момент? Можем пару слов сказать? Мы сегодня Фуркату пригласили? Не, я понял, но он кидал вызов. Просто я тот ролик тоже записал, который. Я хотел, чтобы он приехал, но мы бой сделали. Но 10 дней, сколько там прошло, я не знаю, не знаю точно, сколько прошло. Ответа никак не дождался. У меня уже есть бой на ММА-серии. Я буду 7 августа драться. И Фуркат все отпадает. К нему тоже никакой неприязни нету. Он, не знаю, своя дорога разрешил эти... Там у него свои проблемы, травмы и так далее. Этим пользоваться я не собираюсь, но ни в коем случае. Как дальше будет, так и будет. А кто хочет стать чемпионом примерно на 7-7, пускай выигрывают гран-при и забирают пояс. Потому что на 7-7 мои братья тоже выступают. И не одни. И как бы среди них, ну, среди всех найдется чемпион. А то, что у нас с Фуркатом там бой более, как называется, раскрутили. Но не захотел, я дальше уже как бы по карьере пошел. То есть ты хочешь бой? В дальнейшем, да. Но на данный момент пока вот 7-ое число не произойдет. Я не знаю, я выиграю, либо проиграю, либо что. Это большая лига, ММА-серия, это ну серьезная лига. Я не знаю, как там все произойдет. После 7-ого числа я могу уже говорить. А то, что там много пацанов вызовы кидают, ну, я не собираюсь драться, вот, например, за бесплатно. Вы готовы платить? Вот, который пацанов вызов кидают, за них вызовы кидают. Ну, много, ты сам знаешь, да, знаешь. Надо посмотреть, да, кто именно вызывает. Готовы платить? Мне интересно сейчас, в данное время, с Фуркатом. Твой бой, вот, интересно. Не, ну, с Фуркатом. А за других, что же, не готовы платить? Ну, пока что нет. А за бесплатно трассы, висогонка, у меня вот одни сборы, даже больше 20 выходит. Тысяча, это одни сборы, висогонка, вот это все. Для чего мне, если у меня уже 4 профессиональных боя есть, я в своей карьере, как бы, не проигрывал. Если я проиграю в карьере, да, у меня интерес пропадет, там, другое все будет. А на данный момент, ну, я по своей карьере иду. Не согласился в Фуркат, я еще в высшую лигу пошел. Мне там, ну, мне там предложили бой. И, как бы, от этого боя я буду отталкиваться. А так, вот эти все вызовы, ну, они бессмысленны. Потому что люди, которые, ну, еще не провели бой, еще все фундамент, которые не поставили, они сразу хотят, как бы, выйти. Я в вашей организации с хорошими парнями дрался. И шухради у Даши достойно. Даже не с хорошими, наверное, это сильнейшие были бойцы. Ну, вот именно в категории сильнейшие. И все, и все на мою ударку смотрят. Шухради у Даши, я слышал, он чемпион мира по боксу. Ну, боксер хороший, да. И, вот, к примеру, борцу как симбоксировать? Все вот смотрят на мою стойку. Ну, как бы седьмого числа я постараюсь показать, какая у меня стойка на самом деле. Но если у меня, как у других постанов, были бы там слабые бойцы, проходные бойцы, я тоже мог бы там, не знаю, ну, красоту показывать. Ну, а на данный момент, как бы, неинтересно это все. На данный момент, у меня седьмое число, я седьмого числа буду дальше отталкиваться. А за бесплатно драться выходить я ни с кем не собираюсь. Потому что, как бы, Рустам ни за одного человека деньги не заплатит. Понятно. Орлух, что ты можешь сказать? Я могу, если честно, сказать, что да, так это и есть. Я, когда видео мы записывали по поводу, да, Фурката, он не хотел там ни в обиду, ничего. Просто было послание тот, думали то, что, ну, на эмоции висит человек, да, и думали, что он приедет. Так как, ну, я, допустим, Фурката, да, знаю, с Абду уже с ним познакомился. Это был бы действительно бой интересный. Но так получилось, что я как понимаю, что Фуркат сейчас дороги своей пошел, да, там, по спорту, там, по работе, может, поехал. И нет либо возможности приехать, либо просто там, либо травму не хочет, как бы. Из-за этого вот так сейчас ладно. Но тоже, видишь, когда видео мы выложили, человек 5, да, или 6 писало, что хотят с Шавелем подраться. Нам есть и 4-1 рекорд, там есть 2-1, да, и так далее. И просто, которая пишет уже, там, я понимаю, там, в поддержку, да, там, Фурката, как бы и так далее. У них была история, да, поэтому нам интересен этот бой. Многие просто, я посмотрел, как комментарий, да, вот как я сам являюсь, да, нейтральной части, да, своей команды, грубо говоря. Многие вот товарищи, да, с Узбекистана, я понимаю, они поддерживают, там, Фурката, но вот эти вот оскорбления, там, балабол, там, еще, я считаю, это неправильно. Если ты человек, допустим, там, с трекером 4-1, я понимаю, ты хочешь там зазвездиться и так далее. Приди сюда, поделись с человеком, правильно, с бойцом, докажи себя и после... Ну, как это я сел, понимаешь. Балабол, чем он балабол? Он троих бойцов, извините меня, сильнейших бойцов, 7,7 килограмма, он реально выиграл. Сильных бойцов очень. Кто здесь на 7,7 с ним дрался, как бы. Все, кто с ним дрался, они все проиграли, реально. Все думали, да, на самом деле, что первый Шухрат, да, который дрался, все думали, что Шамиль проиграет. Нет, он выиграл его. Также со вторым он с Ибудулаевым, да, и с Лавом дрался. Также все думали, что проиграет. Нет, видите. А где наш матчмейкер? А где матчмейкер? Надыр. Надыр, я не взроспал. А, ушел, да. Поэтому, как бы, я считаю, то, что... Даже Надыр говорил, он этот, как называется, они все ставку ставили, что Шухрат, к примеру, у меня в первом раунде, как бы, нокаутирует. Было же так, и потом все поменялось. Ну, это было, это предлагатки, да, были. Но смотри, что, самое то, что интересно, да, пацаны, вот, обращаюсь, на самом деле, ко всем, да. Те, кто вы поддержите своих пацанов, да, это якобы, ну, я согласен, поддержка нужна. Но оскорбление там, балабол, не балабол, да. Да, он, допустим, вот, читает, там, его родители читают и так далее, они переживают, как бы, ну, за своего сына, да, грубо говоря. Также и другие, если он будет писать, да, отвечать всем, это будет неправильно. Я считаю, как бы, вы можете, да, прийти сюда, да, ну, не в адрес, прям вот так вот конкретно писать, там, балабол, там, ну, всякие матные слова, да, есть там, кто пишет. Я считаю, это как бы неправильно, если вы хотите бой, я менеджер, я являюсь полностью менеджером команды, да, если хотите, пишите, договоримся, приходите сюда, поделитесь, после этого уже будем вас сужать, правильно же? Это, это будет более правильно. Конечно. Да, и по поводу, вот, Фурката, оскорблений тоже никаких не было, он, когда вот тогда начал, когда мне вызов кидал, он сказал, там, вырублю, сливаешься, а я про него, ты ничего не говорил, я сказал, то, что он задний кинул, сливаешься, задний считает одно и то же, и, как бы, хочешь своей дорогой идти, пускай идет, а мне, как бы, ажи разницы нету, у меня еще выше дорога будет. Хотя мы и позвали сегодня Фурката, сказали, приезжай, обсудим, что, какие моменты, если, ну, давайте, мы закроем, брат, наш Фурката. Да, без проблем, хорошо, будем, дальше больше, да? Да, сейчас можно поговорить, вот, пришли, ну, вы пацаны, да, тут наши команды являются, ну, я предлагаю чуть-чуть послушать их. Давай, Леша, вес хотя бы сказать. Я был Чепель Иван, город Санкт-Петербург, представляю бойцовский клуб Сталинград, тренируюсь под руководством Баклицкого Арнольда. Мой вес 73 килограмма, выступаю в категории 77. Я отгонять не люблю, но если какой-то будет интересный бой, может быть, можно и в 70-70 подраться, даже в 66. А сколько лет тренируешься? С 10 лет занимаюсь сереноборствами, самбо джи-до, затем перейти. А сейчас тебе? Сейчас мне 18. А, 18? Восемь лет, нормально. Занимаюсь самбо джи-до в начале, потом перешел в клуб Сталинград, занимаюсь в БМЭ, там уже все. Бережай бокс, можно сказать, база. А профессиональные какие-то рекорды? Он еще ему 18 лет исполнился. Нет, в этом возрасте сейчас, я считаю, нельзя про профрекорд. Поэтому пока он как полицолюбителям дрался в разных, везде там и в Ластхите дрался, и на официальных союзах ему дрался, и на каких-то там паленых турнирах. Вот я их так назову, да, но они как бы нормальные, но паленые. Поэтому везде попробовал, на профи, как бы, может троцоваться, но я считаю рановато. Поэтому лучше будем драться, ну, вы, если дадите возможность, будем драться у вас, это было бы прекрасно. Вот так. Понятно. Хорошо, без проблем, сейчас посмотрим. Тебе не сказал, что своя цель выиграть после UFC. Да, за этим. Понятно. А второго человека тоже, если... Всем привет, ребята, салам алейкум. Меня зовут Пихачёв Евгений, мне 30 лет, родился и вырос в Санкт-Петербурге. База, база, база. Занимаюсь я единоборствами достаточно давно. Начал танкнуться. Был тайский бокс, кикбоксинг, потом постепенно пришел к MMA. Вот, считаю, что это вообще вершина единоборств, то есть, то, к чему они все должны прийти. И профессиональных боев не имею, есть выступления по любителям, скажем так, они низкоуровневые. Вот это свой... Вижу в этом свой шанс себя попробовать, проявить, реализовать себя. Короче, я извиняюсь, прерву. В общем, драться на любителях на таких не очень организованных турнирах, в клетке, в первый раз я должен попробовать и показать, как следует. Не должен, я попробую. Мне не нравится слово должен. А никому ничего не должен. Я попробую и цель написал. Хорошо провести время, я его проведу. Наверняка. Вы уверены в своих силах, да? То есть, выиграете. Конечно. А у меня приходить за поражением? Ну, конечно. Можно приходить за удовольствием еще в клетке. Кстати, я часто приходу за удовольствие в клетке. Кстати, буклейский Арнурд является также профессиональным бойцом с регионом 3-1, да? Да, все верно. И последний бой он провел на борцовском клубе. Естественном отборе. Да. На естественном отборе. На турнире, кстати, также досрочную победу одержал. И он, кстати, также является еще и тренером клуба Сталинград. Да, в общем, выступающий тренер. Молодой выступающий тренер. Все, понятно. А с молодым человеком тоже не познакомились? Меня Георгий зовут. Я вот пришел поддержать. Всем привет, извиняюсь, всем привет. Пришел поддержать своего друга. Пришел. Ну, вот в принципе, не все. А, спортом занимаешься, да? Да, спортом занимаюсь. А сколько лет? Мне спортом, мне 20 лет. 20 лет. А какие-то чердоки или какие-то достижения в спорте? Просто, ну, для себя. Да, для себя. Понятно. Скромно очень. Серьезно? А хотел попробовать здесь? На турнире получается? Пока нет, но, если время придет, я попробую. Готовить циклы запишу. Богатая база у него самбо. Серьезно? КМС, КМС и по каким-то видам, может, есть? Да, кандидат мастера спорта. По? Ну, скромно еще есть, да? Серьезно. Серьезно, что я говорю, Серьезно. Серьезно, как мы с собой, Александр. Серьезно, значит. Понятно. А так, этот вопрос такой еще. Я слышал, что Фуркат, это, травму получил, да? Ну, так говорят, что травма получил. Но он тренируется. Не, смотри, вот, вам интересно же с Фуркатом? Пускай оно заживет у него рука. Все травмы заживут. Проведет сбор хороший. И там сентябрь, либо дальше, когда будет, следующий турнир. С Орловым договоритесь бы и как бы вперед. Чтобы не было такого, что если я выиграю, то, как называется, там, причины были. Вот, у него травма, вышло это, то, сё. Пускай все свои проблемы решили, я считаю. И дальше же турниры, которые будут, там, когда вы планируете, я не знаю. И там уже сентябрь, ну, и там уже с менеджером. Я скажу так, если вам нужны деньги и пояс, вы обязательно подеретесь у нас. Ну, я правильно... Да, смотри, еще вопрос такой. В данный момент Фурката, ну, так как я понимаю, пока его нет, да? Есть же какой-то прецедент на пояс? Не, нам, в данное время мы раскрутили, он сам понимает. Мы этот бой раскрутили, столько, ну, усилий там были. Ну, не ожидали, что таким образом закончится. Ну, он просто свой этот вердикт не говорит, да, Фуркат? Почему он отказывается, почему он... Ну, у него, наверное, есть свои какие-то там сугубые мнения, почему он не хочет, да, к примеру. Ну, смотри, если, допустим, этого боя вообще не будет, так как Фуркат скажет, ну, я вот, допустим, все, я не хочу, я, ну, к примеру, там, переехал в Москву, да, это примерно, я говорю, просто, переехал в Москву, там, я больше не хочу заниматься спортом, да. У него сейчас прецедент есть? Я думаю, сейчас от Фурката какой-то будет, да, ну, он что-то скажет по поводу этого боя. Если этот бой не будет вообще, тогда уже будем соперник. Нет, пока с 7-го числа давайте подождемся. Просто смотри, да, у него сейчас 7-го числа будет, у него сейчас бой, и он сейчас там тоже въезд доняет, да. Сейчас, если вот у него без травм он пройдет, да, то есть пара вариантов, есть пара вариантов. Да, ну, мы скажем. Ну, получается, у них также сейчас идет же гонка за поезд, получается, он сейчас, как, если соперник будет, получается, они за поезд берутся. Да. Ну, это тоже. Ну, дадим уже достойный соперник. Нет, это тоже, ну, хорошо. Достойного. Да, да. На 77, да? Или на 80? На 77. На 80, в отличие от слова. Нет, какой именно? На 87 или 80? На 80. На 80. На 80, да. Ну, не имеет значения, кто он, как вы. Да, ну, смотри, только тоже, да, так как он выступает с 7 числа, у него, получается, будет вес гонки веса. В данный момент он весит, сколько, где-то 90? Нет, 80, сколько, 86, я вижу. Ну, 87, примерно, да, килограмм. Считаю, он гоняет, да, грубо? Ну, я уже сгонал нормально. Если 9 на август, например, если, ну, так вот, допустим, будете ставить хорошие соперника. Нет, не хорошие, а прям, ну, уровень. Он боится. Что у него то 4 бой, у него, например, будет 4 бой. Он боится, получается, будет львины биты. Ну, это с этого же турнира, или вы с другого возьмете? Нет, может, с нашего. Нет, по сути, как называется, в этом. Это момент обсудим, брат, это обсудим. Это момент обсудим, Саня Таран обсуждать, на самом деле. Пускай он просто проведет так, да? Просто сейчас можно громкие слова говорить, а может, я седьмого проиграю, а может, я там травму получу серьезную. Кто соперников на ММА-Сирии? Кто соперник на ММА-Сирии? Там с Казани парень соперник. Имя не помнишь, да? Нет, Амирев, ну, борец тоже, ну, в принципе, как я. Амирон, да. Борец, там, ну, мало ли, мы же знаем просто. Не, ну, он не питерский, бацан, он из Казани, я вот, как бы, он тоже дебютант, но они, ну, дебютанты непредсказуемые бывают. Он может быть, как бы, плохой, а может быть, ну, очень хороший. Ну, да. У нас здесь салат тоже, да, был дебютант. Салат также, да. Салат также, да. Салат также, да. Я думал, что он сейчас будет наезжать на Фурхата, что за день ты нет. Да нет, брат, мы братья Муслимы. Я нации не разделяю, мы все братья мусульмане. Просто я его хотел как-то на эмоции вывести. А так он тоже как профессиональный боец, у него своя дорога. Может, у него свои трудности реально какие-то есть и с тренером, и свои личные моменты. И травма может у него, что сейчас его боят же. Я просто не хочу этим пользоваться и сейчас играть на камеру. Проходить на личности тоже. У меня есть к нему уважение как к бойцу, короче. Если селать, с Саней договориться. Мы просто пришли к тому, что вот этот посыл, вот эти оскорбления в комментариях. Я понимаю, Фуркат его сожрет, Фуркат его выиграет. Я понимаю, пацаны вы поддержите. Он тоже является бойцом профессиональным, у него тоже очень большая поддержка. Но пацаны не пишут всякие балаболы, не балаболы и так далее. Поэтому, ну, вроде как бы все, грубо говоря, все бойцы, я думаю, можно поддерживать, согласить друг друга. Независимость какой-то национальности. Поэтому я являюсь так. У него также, я еще раз повторяю, у него в тот день, когда мы записывали, да, выложили видео, было очень много оскорблений. У него мама звонила, грубо говоря, да, постоянно говорит, это что такое, ну, чуть не в слезах, да, беспокоилась реально. Он из-за этого не хотел, он хотел даже видео удалить. Потому что вот эти вот там оскорбления и так далее. Да, кстати, удалили видео. Много просмотров набрало, да. Поэтому не хочется, чтобы какие-то вот эти вот оскорбления были. Просто я предлагаю, да, да, если все бойцы мирно подрался, ушел, подрался, ушел. Нет, там просто даже раскручивать смысла нету дальше, он раскрученный бой, ну, так и так, там нет смысла пользоваться. Если Фуркат сам издевит желание с ним подраться, да, он же знает номер Устама, да, Надыра и так далее. Он может в любой момент позвонить, сказать, ему никто не откажет, да. Если сейчас у него реально какие-то трудности, мы ему, грубо говоря, там, если там у него действительно проблемы, мы можем ему помочь, да, чем-то. Я хочу, я хочу, чтобы Фуркат был не с травмой выходил, я хочу, чтобы он полноценный сбор прошел, чтобы у него ни травм, ни ничего не было. И я так же вышел, я даже на результат, но не буду говорить. Просто, чтобы красивый бой показали, вот реально вот красивый зрелищный бой. Я только вот на вот это нацелен. Это уже после этого турнира, там, сентябрь, октябрь, ноябрь, когда будет, вот тогда мы с ними подержимся. Когда он все свои проблемы решит, я считаю, а пользоваться вот такими моментами, это самое последнее, я считаю. Поэтому, как бы, я сейчас только вот думаю о МАС-серии седьмого числа, и после седьмого числа я уже буду отталкиваться. Кто, чего, как, ну, Саня уже, там, Саня уже все вопросы. Что будет, если проиграешь бой седьмого? Седьмого? Ну, я не знаю, по улице Вышнего, я могу проиграть, могу выиграть, все что угодно может быть. Если проиграю, наверное, интерес у вас пропадет. Не зависит, знаешь, я хотел бы пойти, да, его бой посмотреть своими глазами, снять там мини-видеоролик. Когда человек проигрывает, да, после проигрыша он становится сильнее. Поэтому, в любом случае, он руки опускать не будет, даже если мы заглянем наперед, да, когда-то, там, может быть, там, в какой-то жизни. Да, поэтому я, ну, я не знаю, выиграю, проиграю и так далее. Все по улице Вышнего, я могу вот выйти седьмого и проиграть, реально. Ну, просто я долго ждал этого момента именно в большой лиге подраться. Вот у меня, я жил в Фурката, ну, не дождался. В большой лиге вот предложили, вот, как бы, Саня, и мы сразу приняли. Ну, разницы нет, такой соперник. Просто следующее у нас фишку в чем? Просто хочется то, что если Шамиль здесь подрался, да, выиграл пояс, потому что наша следующая цель, мы собираемся идти еще в высшую лигу, да. Высшая лига, это, как вы понимаете, ЕСЕ, там, Янка Игос, ЕСЕ и так далее, да, еще есть выше. Поэтому хочется, чтобы он подрался там, без травм, да, здесь закончил делать, да, с Фуркатом, грубо говоря, потому что, я понимаю, бой интересен там, много очень денег там уложили в это и так далее. Я понимаю, что съемка постоянно, это очень дорого. И чтобы не было никому проблем, да, что, допустим, он сейчас подерется, потом он будет, да не, я не хочу, мы этого тоже не хотим, да. Сейчас Фуркат пускай решит свои проблемы. Если есть замена Фурката, допустим, если вы считаете, да. То есть тогда 7-го пройдет бой, после этого, если травма получит, о чем разговаривать, да, сейчас? Ну да, 8-го, 9-го мы созваниваемся, общаемся и все. Да, хорошо. Ну, нас все равно радует одно, что выходцы из этого Шерларджаня, это мы всегда говорим, что мы трамплин. Конечно. Многим. Дай бог, что у вас было дальше больше, что вы вас видели, мы в UFC, Belata, ATA. Я хочу сказать, что самое интересное, то, что Шамиль сюда, да, пришел, у него рекорд был там 1-0, да? 2-0. 2-0. Если честно, ступень он построил здесь, вот этот изначально весь фундамент, да, полностью. Половина бойцов, которые вот, не соврать, которые приходили, да? Да, да. Полностью. Все половины кто-то сейчас где-то дерется, и будут все равно у них бои. Грубо говоря, вот эта ступень та, когда боец начинает чувствовать, да, потому что здесь, ты тоже понимаешь, здесь есть также любители, средний уровень, есть профики, которые также очень хорошо дерутся. Согласен же? Поэтому здесь плюс еще медийность. Да. Поэтому, да, я хочу сказать Рустаму, как бы, огромное спасибо. То, что он из бойцов, да, которые вот сейчас он раскручивает, тратит на них деньги. Считаю, грубо говоря, это не я им открываю, не кто-то, это он им открывает дорогу. Так как он их делает, им шаг такой. То, что они выступают в этом видео. Мы изначально так планировали, что мы будем трамплином. Ну да, я год ждал, да? Нормального предложения, в смысле, ждал год. Ты не получил это? Не такое за 1-2 дня. Ну вот, спустил столько времени, вот как бы, ну, получилось вот так. Саня благодарен очень. Вот ты тоже почему тянулся так, да? Потому что изначально, когда я с ним познакомился, честно, я не знал, что там он может или нет. Помнишь? Не был уверен. Да, да, да. Когда ты познакомился, я первый день тебе сказал, что есть бойцы, которые, да? Да. Можно проверить. Он прошел отбор, да, когда он подрался. Второй раз. Тоже выиграл. Да, второй. Очень быстро. Второй был у него бой, когда он уже бойц еще сильнее был. Да. То есть он пошел вот так вот, по ступенькам, по ступенькам, да? Получается, следующий бой у него тогда еще выше. Это будет, грубо говоря, с флакатом, да? Он подерется. И все. Грубо говоря, точка там будет, да, поставлена между их там, правильно, состоянием. А когда сентябрь или октябрь будет? Ну, посмотрим уже. После этого, да, турнира будет ясно. Можно я скажу? Я его друг, я его брат, я его давно знаю. Если честно сказать, ребят, я вот смотрю вот вашу организацию в Ютубе, ваше видео. Мне очень вот даже мы смотрели с Георгием там в машине. Вот даже посмотрите элементарно бои остальных участников и бой Шамиля. И уровень, и даже темп боев там абсолютно разный. У Шамиля всегда движение какое-то, даже в бою он что-то делает. И он показывает это боями, а не просто там, знаете... Словами, да? Да, не то, что словами там даже. Он, если честно говоря, я даже не слышал, чтобы он кого-то оскорбил. Я был на ваших турнирах. Были у него просто эмоции, да? Значит, кто он просто, когда он повышал? Ну, не было оскорблений никогда. Всех приветствую. Я хочу сказать, что эта победа только от Всевышнего. У меня много преград было, чтобы сняться. Аллаху Акпар! Все победы, все вот благодаря Всевышнему. Я сюда зашел, я не знал, что, как будет и так далее. Я вот до весногонки, я чуть не умер реально. Из-за вот такой тяжелой весногонки. Ну, а до конца пошел, потому что, как бы, результат только за Всевышнего. Я хочу сказать спасибо огромное своему тренеру, своей команде. Александру Николаевичу. Пицепс-клуб. Он очень сильно развивается в Горелово. И, иншаллах, после вот этого боя уже нажми день. И, иншаллах, ты нам бои нормальные сделаешь. Спасибо тебе большое за поддержку. Хаджаев, нажми день. Что я не вижу я? Баркала, братец, и Александру Орлову тоже самое. Баркала. Самое сильное, я хочу сказать, я эту победу своему отцу посвящаю. И, я думаю, отец гордится мною. Дальше, больше я до конца пойду. Уверенно. Уверенно. Газуешь? Уверенно Газуешь? Уверенно Газуешь? Уверенно. И, иншаллах, по воле Севышнего, я выиграю его тоже. Просто ждите меня. Кто бы ни был на моем пути, иншаллах, я выиграю. Давай, брат, железный биток. Я успокоен. Я успокоенный. Ну что, боишься все? Я? Я не боюсь никого. Я в твоем голове. Я в твоем голове, брат. Я в твоем голове. Бред, бред, бред. У меня твоя радость. Я лучше всего не бой. Ты, у тебя, что у меня в голове нету. И планов нету. Все, давай следуй. Все. Бой будет. Бой, железный. Просто стердаун. Сэншим турнире. Нормально. Хэй ту фейс. Шамиль, хэй ту фейс. Красавчики. Удачи вам. Это чисто спортивный интерес. Не больше. Никогда даже, ну, никто не позволит ему, потому что он сам тоже знает нормы приличия и у него свой тоже есть. Конечно. И что хотелось бы сказать, вот, ребята, вы когда бросаете вызов, вы сначала покажите даже своими делами, потому что мы сюда приходим, вот человек есть претендент на поезд. Почему мы ждем кого-то? И претендент не просто, а который прошел, да, путь. Три боя у него, причем вот с очень сильными бойцами. Да. Там не с какими-то там, да, допустим, там подставными, там где шердоги. Только, да. Почему? Шердоги, где только накручиваются. Ну, ребята, вы сначала, когда не лезете в воду, не зная броду. Хорошо. Просто и когда вы что-то делаете, вы хотя бы, ну, заканчиваете это. Потому что мы ждем, например, у нас, ну, свои планы тоже есть. Потому что я спарринг-партнер его, он спарринг-партнер его. И у нас тоже есть своя команда. Мы тоже, знаете, ну, не одни здесь. И, пожалуйста, не оскорбляйте никого. Вы, прежде всего, не нас оскорбляйте, а себя оскорбляйте. Потому что мы свои, наша команда показывает боями это. Да. А кто там считает, что балабол там не балабол, почему-то я тут не вижу, чтобы кто-то, ну, сказал это. Прежде чем что-то сделать. А кто назвал балаболу? А есть там пацаны, которые комментарии. А кто это? Нет, я их пиарить не хочу. Да, да. Мы не будем их говорить. Те, кто посмотрит, они сами знают. Поэтому вам, пацаны, привет. Да. И лайки тоже ставьте, пожалуйста. И не забывайте. За такие слова, да, обязательно лайки надо ставить. Мы уважаем. У нас соперники тоже у Шамиля были там, ну, из Азии, да, Узбекистан, Таджикистан. И Шамиль вроде показывал это с уважением даже, ну, к соседнему народу, да, братскому. Все равно мы как-никак мусульмане. И давайте это тоже показывать, пожалуйста. Нам не сложно даже сейчас с перчатки одеть и выйти. Мы всегда готовы. Почему-то мы-то что-то делаем, а не видим итог, для чего мы это делаем. Наверное, кто-то понимает, да, о чем я говорю. И вот президент тоже, он хочет, ну, дальнейшего развития этого всего. А не просто, знаете, слов. Любой может зайти в клетку и вызов бросить. Любому бойцу, когда он дерется. Он-то хоть что-то сделал для того, чтобы... Почему тебе не бросают вызов, который заходит в клетку, перепрыгивает? Потому что ты ничего не сделал для этого. А он выиграл последний бой очень хорошо. Ислам, тебе уважение. Хороший боец был. Вы даже сами видели его. Хороший боец. Если честно говоря, стойка была неплохая. Но он-то что-то сделал. Так что, ребят... Прежде, ну, вызов будут кидать. Пускай этот гонорар тоже готовят в дальнейшем. Все вопросы. Я же не сказал. Да, бесплатно они будут... Если вам будет интересно, смотри. Если будет интересно, конечно. Кстати, да, у нас раньше же была команда Орлов Team. Переименовался. Ее больше нет. Почему? Теперь у нас команда Фицепс. Потому что у нас есть свои. Не, знаешь, чем я считаю? Свои фишки. Кто тут взносы платит, чтобы драться? А я наоборот. Уже. Уже, короче. Уже ты сделал свое дело. Ну, у меня фундамент построен. Для чего мне туда драться обратно? Это нормально. Вот на ММА серию никого не берут элементарно. Особенно на Дагестанцию очень сложно туда попасть. Если ты из себя что-то представляешь, что-то покажешь, да, тебя возьмут. Я год ждал этого. И вот дождался, мне предложение пришло. И вот как я там подерусь, там уже видно будет, какой я. Бывает же. Мы за тебя рады, братка. Выступай, дальше выигрывай. Наблюдайте просто. Да, конечно. Все. Ты меня пригласишь на блог? Ты же сказал, придешь там, влог снимешь один серьезный. Хорошо, брат. Все, ты хорошо, брат, сказал, мы выполнили. Все, все. Вот на камеру, влог. Поэтому, пацаны, те, кто хотят там свою судьбу побывать, попробовать на вершину, там, допустим, сильнейший клик, прошу организацию. Рустам, я думаю, даст вам такой шанс. Попробовать, да, всякая отбора все равно будет? Сегодня даже отбор был из, не знаю, 70 человек. Прошли только 4 или 5. Из 70? Из 75 прошли. Организация хорошая. Там и бои очень даже зрелищные. Да, смотришь, да? Мы стараемся, чтобы делать нормальные, ровные бои. У нас нет проходной, что-то там. Бои хорошие. Там даже есть, вот я, мне понравился последний бой, этот, Арсеном. Да, да. С этим, Арсеном. Да, да, нормально. Очень хорошая борьба была. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Уважение тебе Вот пацан вышел и показал Он же выходил, да? Да, он выходил Спросили, кто есть на 74 Он вышел и сказал, я есть Если хочешь сейчас, если хочешь потом Рустам, вы организовали бой своей организацией Он показал достойнейший бой Очень хороший бой Арслан красиво, скромно все сделал И второй раз тоже скромно все сделал Хотели второй раз такой красивый бой сделать, да? Ну не получилось Ну не все, Арслан А, ну как бы это дальше будет После этого турнира будет Я, кстати, хочу сказать по поводу Арсена Кстати, Арсен где? Да, 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 я хочу сказать Сейчас Арсен тоже скоро приедет И ждите, возвращение часть 2 называется Серьезно? Да, сейчас у него чуть ли уровень поднялся, можно сказать Сейчас он приедет, у него начинаются плотные тренировки Ага Это уже интересно Да, я могу посмотреть, что будет лучше То есть он сделал выводы, да, против Арсена Арсен молодец, если честно Он уровень грэплинга показал на лучшем уровне Если честно Как бы каким бы ни был, но это реально факт был То есть тот вечер он был, можно сказать, вечер с амбичным Согласен? Да Да, независимо от того, что Арсен является там моей командой и так далее Поэтому я надеюсь, что скоро он придет и тоже покажет звезда Дай бог, ждем его тоже А так сейчас вот тоже, пацаны, то что пришли Новенькие, да? Я хочу сказать, что сейчас от них тоже ждите представления Поэтому надеюсь, что зрелищно очень все покажет Мы ищем таланты А что, Ахмед не талант? Вот рыжий, который дрался Он бриллиант начинает Ахмеда подписали файт-найт, да? Красавчик, да? Почему нет? Он достойный Он достойный на таком уровне Я ему уже давно говорил, да, он тоже когда здесь подрался, два балла он сделал Уже давно и Шамилье это говорил, когда мы с ним общаемся, да, обычно Что ему, ну, честно, да, на любительских, на медине ему нечего делать Ему только в высших либах Да, да, уровень их же другой У Джалада то же самое У него, можно сказать, что у него так же дорога, так же вместе с Шамилем То есть, ну, я лично считаю, что пацаны Просто, знаешь, ну, не то что разогрелись, то что было простое, наверное, да? Чуть они подрались Ну вот, смотри, они, да, они потратили деньги Пришли из своего кармана сюда, в Москву, на турнир Они показали себя, они этого хотят, понимаешь? Мы вот, нам вот такие, вот такие люди интересные Понимаешь? Ну, Джалада и Ахмеда, я думаю, вы можете в Америке уже скоро, ну... Дай бог, я же говорю Мы всегда рады, что из выходцы... Да, я надеюсь, что сейчас, если все хорошо тоже получится, что Джалада тоже сейчас попытаемся Но не попытаемся, я думаю, скорее всего, организуем бой тоже В хорошей лиге А, нет, да, да, да Загадывать я не буду, да? Нет Именно в профессиональной, да, если он захочет Если у Рустама будет предложение какие-то, то мы также обсуждаем Мы двигаемся с Рустамом, хорошо общаемся, поэтому мы всегда догадываемся У нас бывают такие моменты, когда ссоримся, но это нормально, рабочие моменты, да? Поэтому, да А вот Джалады, если сейчас опять поправить, если все получится А я думаю, получится, он тоже поделается в хорошей лиге Джалад? Да Ну, он тут тоже хочет подраться Фуддамент хочет два, у него там крышу хочет, короче, два аж доделать Шипер, да? Без проблем Да, я хотел попросить бой для Асада Йорова Вот сейчас, да, кстати, еще есть, да, боец Асада Йорова 66 килограмм Буквально дрался на ММА-серии, там, ну, неделю назад, грубо говоря Выиграл? Нет, он проиграл Выиграл, но там разница весит, да, сказалось Ну, там я не буду сейчас, не хочу, короче, обсуждать тот бой Это у нас отдельная история, там есть разные причины Можно целый этот, там, минут 20 об этом говорить Поэтому не буду говорить, в общем, рекорд 1-1 Потенциал большой То есть и стойка у него хорошая, и борьба приличная То есть может показать качественный бой Нет такого, что он там борется, а ударки кое-как ходит, там, борьбой вытягивает Или наоборот, там, у него хороший бокс, но там, в борьбе он плавает То есть он такой ровный, универсал Может показать 100% качественный поединок А трамп вот оправляется буквально, там, 3-4 дня И через месяц он готов снова драться То есть, грубо говоря, вот, месяц между боями его устраивают Он хочет, скажем так, не уходить из соревновательного такого состояния И, грубо говоря, через месяц после, там, профбоя сделать еще один бой Ну, у него два профбоя, то есть он уже готов, там, ну, скажем так, не к любительским боям, в том числе Ну, понятно, что может под супертанка, там, ну, нет смысла выходить Но с таким качественным соперником будет, может показать точно И он готов драться, ну, понятно, регламент тут 2 по 3, верно? Если я не ошибся 3 по 3 Да, 3 по 3 3 по 3 и 30 секунд на партию Да, ну, это стандартный такой регламент для поп-мамы Я про 30 секунд партера Ну, он готов драться и 3 по 5, и 4 по 5 Ну, 5 по 5 не знаю, но, в общем, к любому регламенту готов Если его увидели бы, да, там, может, сейчас поставили с кем-то Ну, вот сегодня не есть, не получилось Да, давай, давай, в воскресенье сделаем еще один пресс-конференция Придут парни, их соперники Обсудим эти моменты Да, да, еще мы сюда тоже в команде Еще есть Ибрагимов Фархот, я не знаю, знаешь, не знаешь Он тоже с Таджикистана боится Давай ждем, ну, тогда 3-3 С борцовского куба, да, он является Нормальный типом И также он является, да, с командой Фитикса Поэтому, я думаю, если в воскресенье будет Еще пресс-конференция Да, в воскресенье будет пресс-конференция Я думаю, будет уже интересно Мы вас видели, да, вот с Шамилем решили эти моменты Да, конечно Ребята, еще вот хотелось бы сказать Да, да, мы сами горячие, да, пацаны Там, любим, да, подраться Там даже Сейчас просто не то время на улице тоже драться Сами, понимаете Конечно Вот хорошая организация Там даже чем в комментариях что-то писать Или там на улице, да, себе проблемы искать Можно выйти аккуратно Тебе перчатки дадут, капу дадут И порубишься И плюс медику свою повезешь И там И мама вас увидит по телевизору На каути Так его пойдете Да нет, почему Кого-то так, кого-то так Нас-то еще не видели Поэтому, ребята, самое главное Беречь же себя и своих близких В первую очередь И уважать чужих близких Тоже так же, как и своих Если вы своих не уважаете То вы и себя тоже уважать не будете Это, честно говоря, хорошая организация Я так подумал Чем на улице драться, да Аккуратно можно даже с тем, у кого конфликт был Привезти, вы сказали Рустам У нас с ним конфликт был Открытие таких людей Да, и даже хорошо раскрутить Можем быть Да, насчет конфликтов Реально, кто-то с кем-то Давай, я там позвоню Там что-то кинь цифры Можешь сказать Пожалуйста, давай Хочешь доказать, что ты мужик? Пацаны, один на один Вот у нас есть площадка Мы это реализуем И хорошая площадка Можно сказать историю, что было перед боем И вы решите уже, собственно, честно Там никто под подъездом не будет ждать никого Один на один решите вопрос там Ну да, конечно В том числе блогеров, не знаю Музыкантов Битва скрипачей Так что, пацаны Питер скоро заедет, запомните Вот так вот Орлов, да? Ну, сейчас три человека хотят приехать Да, Орлов, Тим Это та же самая пиццепс Просто у нас есть некие договоренности Поэтому Орлов, Тим больше нету, да? Так как я сам Орлов Александрович Себя назвал Команда Я же скромняка просто Поэтому сейчас у нас пиццепс Поэтому И самое главное на 77 В данный момент Нет, нет, нет Седьмое число лучше самое главное От этого отталкиваться После седьмого часа Мне на результат пофиг Я просто выйду, выложусь Вот я хочу красивый бой показать Хоть проиграю Хоть как бы выиграю Что разница Я просто выйду Подписывайтесь на историю Все, спасибо вам За то, что пришли За то, что вы нас позвали Да Думаю В воскресенье еще посидим Пообщаемся Спасибо От души Йо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры